Приветствую вас на канале Стройдом своими руками. Это строительный канал, но у нас принята теперь новая приколюшечка. Мы еще рассказываем про наш погребок со всякими разными домашними творчествами. Видос про аппарат для изготовления напитков очень хорошо зашел, но более того, я хочу вам прям поэтапно полностью рассказать от начала приобретения до изготовления уже самого классного напитка. В прошлом видосе мы с вами распаковали Люксталь 8М, наш аппарат. Сегодня же мы покажем вам подготовку его к работе, это первое. И второе, расскажу вам о безопасности, потому что есть что рассказать и есть риски, при которых вы можете потерять просто все свое имущество, если сделаете что-то неправильно. Посоветую, как это избежать. В общем, все вместе сейчас будет разом. Поехали. Как показала практика на нашем канале в социальных сетях, миллион двадцать четыре просмотра. Чем грязнее посуда, тем, значит, больше комментариев. Наливаем воду. Первое, что мы сейчас сделаем, это подготовим нашу конструкцию к работе. Итак, пока у нас вода кипятится, хотел рассказать про безопасность. В сети бытует мнение такое, что самогонные аппараты взрываются. Мне долгое время мучил вопрос, а почему это происходит? До 2016 года я работал в компании, которая занимается химической отраслью. И многие здания, которые находятся на этом предприятии, они обвалованы землей. В простонародье называется «здание в обваловке». Но так как я работал по фото-видео тематике, ну, как и сейчас, чаще всего меня сопровождали специально обученные ребята, которые показывали само место, где нужно что-то произвести по съемке. Ну, не суть. И вот как-то в очередной раз мы идем по территории. Я смотрю, где-то на здании видно, что что-то достраивалось. Заметно, что здания реконструировались. Я спрашиваю, а вот эти здания вообще подвергались ли когда-нибудь там разрушению? Раз они обвалованы, наверное, там проходят какие-то опасные процессы. И она мне рассказала вот эту историю, которая, с одной стороны, комичная, с другой стороны, просто шок. Одна женщина работала на предприятии, была она технологом, начальником участка, что-то такое. И в ее подчинении было несколько зданий там в районе пяти штук. И вот каждая из них или частично, или полностью разрушалась вследствие каких-то ситуаций. Она провела всю жизнь на предприятии. И то она находилась в отпуске, то она на больничном, то она в отъезде, то она в командировке. И когда происходили какие-то ситуации, ее не было на месте. В общем, судьба ее, конечно же, нашла и погибла. Она очень спонтанно взорвался самогонный аппарат в доме. Я тогда еще не в зуб ногой, что такое самогонное производство и вообще, как это работает. Когда я познакомился со своей первой игрушкой, я понял, что это в принципе невозможно. Как минимум, на каждом аппарате есть клапан безопасности, который включается в случае поднятия давления. Как максимум, на каждом аппарате есть носик, который идет из холодильника, и через него выходят все газы, которые должны уходить. Но, тем не менее, нередки случаи, когда действительно происходит возгорание всего помещения и страдает вся семья. В аппарате нет ничего того, что закрыто полностью и может взорваться. Ну, реально, в нем ничего. Даже на крайний случай у него есть вот эта система безопасности с таким вот клапаном, смотрите, как минимум. Ну, или клапаны бывают разные. То есть, даже если давление поднимется по максималке, этот клапан просто выстрелит, и отсюда выйдет все давление. Аппарат взорваться не может точно. Тогда возникает вопрос, каким образом человечек может пострадать при изготовлении напитка. У нас вода уже закипает, и сейчас мы добавим туда лимонной кислоты. Должно нам хватить на вот такое количество СПН, тем более мы его потом еще будем запекать. Все достаточно. Засыпаем. И мы добавляем СПН-ку. Но потом мы еще будем ее запекать, поэтому не переключайтесь, это еще не все. Ну, и, конечно же, помоем все оборудование. Теперь дальше история про эту девушку. Короче, взорвал самогонный аппарат. Мне стало интересно, я у папы спросил, как это вообще возможно, спросил у своих знакомых, друзей. Говорит, это невозможно, такого не бывает в принципе. Совсем недавно я наткнулся на опять статью, где мужик какой-то идет по своему дому, говорит, вот смотрите, самогон варил, и у него весь дом просто сгорел. То есть у него все натяжные потолки, мебель, все обгоревшее, и он так проходит, говорит, вот мы на Новый год варили, и вот такая вот беда. Проблема банальная. Руководитель процесса, технолог, в общем, включает воду как надо, запускает процессы, все происходит, все работает. Но может подойти ребенок, например, налить себе воды и просто по привычке закрыть кран, или жена, или да хоть кто из дома. В этот момент что происходит? В посудине процесс работает, кипит, холодильник не остужает, соответственно, через носик начинают выходить пары и нагнетает этим помещение. То есть это то же самое, что пары после бензина. Вот вы вылили в бак канистру, да, и вот в канистре остались эти пары. То же самое. И чаще всего проблемы с безопасностью, то есть взрывы эти самые, происходят у людей, которые готовят на открытом огне. Ну, на газовом, например. Вот там чаще. Нередки случаи и с простыми плитами. Второй вариант развития событий, который уже я просчитал у себя, и который, в принципе, мог возникнуть. Когда я изготавливаю на втором перегоне, 96 уже и 6 у меня идет, весь материал получившийся, ну, то есть я буду в банке сначала, а потом с банок сливаю в большую бадью стеклянную 20-литровую. На полу у меня стоит регулятор напряжения, на бадья стоит стеклянная на кафеле. Представьте, если вдруг, например, сын, там, дочь, потянулись за стаканом, он падает, разбивает эту бадью. Спирт с спиртуозностью 96 растекается по полу, как в фильме «Пункт назначения», да, каратит-редуктор, и у меня получается, что 20 литров этилового спирта воспламеняется в доме, который потушить невозможно. Простой пример, как творчество, как развлекушка может привести к нереальной трагедии для всей семьи. Поэтому, друзья, ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности. На всем протяжении изготовления напитка нужно за этим обязательно следить, это может привести к трагедии 100%. Вода у меня уже закипела, добавляем, в общем, в наш процесс еще красавицу одну. Теперь нам становится веселее вдвоем. Жень, засыпай СПН-очку и начинаем ее варить. Варим ее примерно 20-30 минут на полной мощности. Да ты можешь отрезать его и все, вон ножницы возьми, давай подержим. Вообще, на самом деле, я думаю, что СПН-ка уже чистая, но советуют, рекомендуют с ней поработать. Мы сейчас узнаем, сейчас пожелтеет вода, значит, надо будет мыть еще раз. Не пожелтеет, значит, все хорошо. Вторую. О, сегодня у нас на обед спирально-призматическая насадка. Маслом пахнет, ну, таким машинным. А, да-да-да-да-да, есть немножко запаха масла, чуть-чуть. Что-то я в последнее время контент весь стал, Женя, с этим. С вкусняшкой? Да, с вкусняшкой, с приготовлением каких-то интересностей. Давай не этой ложечкой, давай металлической. Да я потом ее помою. Ну, или ты. Не, Жень, воды мало, еще надо. Кстати, друзья, в прошлом выпуске я вам сказал о том, что 800 граммов СПН-ки стоит 600 рублей. Я был очень неправ. На самом деле, 300 граммов СПН-ки стоит 600 рублей. А здесь 4,8 килограмма. Теперь калькулятором поймете, сколько в комплекте кладут СПН для творчества. Еще в комплекте я увидел, что в наборе было два термометра. Ну, то есть, один, получается, на куб, второй на царгу. Но у меня еще от предыдущего три термометра есть, поэтому это вообще не проблема. Да, что я вам еще хочу сказать. Докупил вот такие штукенцы. Их, конечно же, можно очень легко заменить РПН-кой, регулярной призматической насадкой. Или называется она насадка Панченкова. Можно ее вставить в царгу и засыпать СПН-ку. Но я подумал, что будет прикольнее, если я вот эти вмонтирую. Они стоят 500 рублей в тематическом магазине. Я их вставлю просто с двух сторон и засыплю СПН. У меня, получается, что будет больше СПН-ки засыпано. Ну, во-первых. Во-вторых, это будет как-то крепче, интереснее, красивее. Есть она верхняя. Это вот как раз она есть, верхняя сверху. А есть еще нижняя. Она с оросительным блюдечком понизу. То есть, когда флегма стекает на центр, она обычно уже в конце течет струей. То вот здесь есть оросительный такой желобок, на который флегма, попадая, растекается и опять орошает большую часть царги. Вот. То есть, это единственный доп, который я приобрел в аппарат премиум-сегмента. Ну, это не обязательно, но я так сделал, и, наверное, будет хорошо. Смотри, вода-то чистая, прозрачная, вроде не желтая сильно. Она немножко маслянистая, но вот я не знаю, как увидеть. Покажу на камеру. Смотри, как мы сейчас делаем? Мы сейчас вскипятим ее, 20 минут прокипятим хорошенько. После этого мы загрузим ее в печку на противень. И на противень пропечем 20 минут на 200 градусах. Макарошки. И 100% проблема должна уйти. Ну, у всех уходит. Пока СПН-очка варится, мы пойдем с Женей все промывать. Потому что сегодня у меня еще процедура первой перегонки. Но это, наверное, в следующем ролике выйдет. А может быть, в этом, не знаю, посмотрим. Берем царги, берем куб, берем увеличитель куба, берем чистящие средства. И все это просто идем моем в ванной. Но здесь умного как бы ничего нет. Шоркаем, поливаем, промываем. Все. Ну, я вам покажу. Не знаю, видно вам, нет. И, честно, я не вижу никаких разводов на воде масляных. Но если с камеры будет передаваться что-то, мне даже интересно. А, наверное, вот это же я не имел в виду, маленькие масляные. Это мелочи. Это мы сейчас все выпечем в духовке. Вообще, на самом деле, пекут от 20 минут до 2 часов. Все зависит от факторов загрязненности и от желания вина-кура заморочиться. На самом деле, даже не предполагал, что вот такой работе может уйти целый ролик. Смотрите, сколько желтизны по периметру, по кольцовочке. И, второе, дом приобрел такой запах масляный. Поэтому мы начинаем фильтровать. 20 минут она уже прокипела. Сейчас мы начнем запекать. Это все помыли. Ну, а на самом деле грязная не была так чисто немножко. Вот эту тоже РПН-очку я запеку. Сейчас немножко проварим ее. А потом пропечем вместе со всеми. Чуть-чуть проварим. 200, да? И свет. Вот он. А вот он. Почему так? А, чтобы там и там. Все. Потому что не света. Все, все, все. Все, понял. Так, выключаю. И переношу. Ой, какая вкуснятина получилась. Чистяно. Да я понял, что вся не войдет. Да, возьмем. Хватит? Давай я. Просто стою за тебя, бесполезно. Все. Так, и горячей водой еще промою на всякий пожарный. В центр? Да. 20 минут и будет готово. После этого мы соберем наше оборудование и начнем первую перегонку. Ну, о ней я расскажу чуть позже, чтобы было интересней. У меня есть много вопросов, которые нужно решить заранее. Например, тот же самый кран зафиксировать к приемному носику фум-лентой. Фум-лента была в комплекте, это очень удобно. А также нужно будет одеть все вот эти насадки на охладитель и на холодильник. Вот и я чем занимаюсь. Как обычно, фум-лента от себя. Наматываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блестит как серебро. Все, она остывает, я уже ее выключил. И теперь, как остынет, будем засыпать. Для сборки это нам сильно сейчас не нужно. На самом деле, первая перегонка у нас идет без царк. Сейчас мы ее будем делать. И прям буквально через 2 дня вы увидите этот видос. Потому что сборку мы закончили. Сколько там, минут 15 у меня это все заняло по времени, по эфирному. Дожидайтесь видоса, это уже будет третий этап. Сейчас был второй. Третий этап, это будет первая перегонка сахарной браги. Вообще перегонки будет 2. На второй мы уже получим готовый продукт. Вот. И еще будет зерновая, но не знаю, когда. Смотрите, короче, смотрите. Все. Рад был вас видеть. Увидимся с вами через пару дней. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok